Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семен и Чемодан, с вами я Славян, я сегодня вас приглашаю в новый интересный выпуск, мы сегодня отправимся в новый поселок и на новый пляж, где почему-то мы до сих пор не были, хотя это вот-вот, можно сказать через дорогу, также мы возьмем сегодня тырчик для этих целей, вот он как раз заряжается, сейчас постоит и будет все окей. И сегодня мы с вами также погрузимся в атмосферу мега, мега крутого отеля, но к сожалению он уже заброшенный, да такое бывает, в общем пишите комментарии, ставьте прямо сейчас лайки, подписывайтесь на канал, если вам канал наш интересен, интересны мы и погнали в новый выпуск. Я тут пока купался, прилетели ребята и привезли нам оборудование для дальнейших путешествий, смотрите какая огромнейшая палатка, круглая, это та палатка, о которой мы очень давно мечтали, которую знаете, так вверх подбрасываешь, она разложилась буквально за три секунды, у тебя уже палатка стоит. Также нам привезли наборы посуды, смотрите какая красота, это чуть позже выпуск, как я буду делать обзоры, покажу что это, ну когда у нас будет первый выезд. И привезли еще вот такой вот огромный бокс в автомобиль складной, блин, невероятная красота, класс, готовимся в общем к новым путешествиям уже. Совсем недавно прилетел такой комментарий под выпуском, мол славян, посмотрел твой выпуск и подумал, а как тебя отблагодарить, и ты никаких не оставляешь контактов в описании, чтобы это сделать, отправить тебе донат. Я посидел, подумал, блин, ведь реально есть такие люди. Также помимо всего этого, когда мы проводим стримы, нам люди пишут, а сохраните пожалуйста стримы и так далее и то подобное. Да, мы стримы тоже не сохраняем, но учитывая первый запрос и второй запрос, мы поняли, что кое-что мы можем сделать. И мы на своем канале добавили кнопку спонсировать. Теперь каждый из вас сможет стать спонсором нашего канала и открыть себе доступ к самому, ну и крутейшему контенту, которого нигде не будет. Мы разделили спонсоров на 4 категории. Итак, первое. Если ты становишься спонсором первой категории, то тебе будут доступны, во-первых, специальные значки возле твоего никнейма, то есть тебя все будут знать, что ты спонсор. А также ты получишь 4 дополнительных эмонзы в комментарии и в чатах, которые я сам лично создал. Смотрите, какие классные. Вторая ступень спонсорства называется «Братишка». Помимо того, что вы получаете бонусы от первой ступени спонсорства, так дополнительно вам становятся доступны фото и видео эксклюзивного контента. А также вы будете получать скидку на наши сувениры, конкретно сейчас на наш авторский мерч. Третья ступень спонсорства называется «Роденький». Так вот, если вы становитесь спонсором этой ступени, то вам будут доступны бонусы от первой ступени, от второй ступени. А еще вам становится доступен такой бонус, как вы сможете получить 2 раза в год часовую консультацию от нас по любым вопросам, которые вас интересуют. Ну и четвертая ступень самая жирная. Вы получаете все привилегии первых трех ступеней и дополнительно вам становится доступна такая опция, как путешествие вместе с нами. Один раз в год вы сможете присоединиться к нам в любом путешествии, где бы мы ни находились. Подробности там, становитесь спонсором, не упускайте такой возможности и становитесь ближе к нам. Продолжаем. Перед тем, как отправиться в город на Тырчике, даю всегда мальчишкам прокатиться здесь, как говорится, по деревне Кружочек. Приучаю их, учу их тоже кататься. А кто находится в Кемере, ребятки, если вам нужен Тырчик, то пишите по номеру, оставил в описании. Диме напишите, у них здесь 5 Тырчиков. Опа! А мы едем. Едем, посмотрите, какие красоты у нас. Там каньон, здесь гора Астероид, здесь река Агва, правда, сухая. Дожди даже не спасают. Красота. А здесь через реку смотреть, сейчас как будем переезжать. В воде будем. Брод. Река увеличилась, потому что там в горах дождики. Давай, Тырчик. Так, подожди, машина. Ура, ура. Оба. Ура, ура. А детям весело. Папа, мы нам рядом путевым тоже приезжали. Мы приехали в район Кирич, называется. Ну, это все Кемир. И нам посоветовали здесь пляж. Здесь очень много отелей, они все стоят так вот на первой линии. Вот видите, куча-куча всяких разных, аквапарки и так далее, и так подобное. Здесь очень спокойно и тихо, но наша задача, вот видите, как турки отдыхают. Сюда у них с собой столики, стульчики. Вот, в любое место подъехал, поел, попил. Короче, они, знаете, они в душе в лав. А мы сейчас доедем вот до самого прям пляжа. Прям до самого пляжа. И посмотрим, что здесь за пляж Кириш. Вот так вот. Опа. Ай-яй-яй. Так, паркуемся. И пойдемте гулять и купаться. Мы заходим сразу на пляж. И здесь пляж сначала отельный, вон люди идут с пивасиком. Потому что у них здесь приотельный бар. Вот, а дальше, дальше, посмотрите какой простор. И это полностью наш пляж. Для тех, кто не оплатил отель, будут отдыхать вот так вот без лежаков. Но мне здесь очень нравится то, что, по крайней мере, в любом случае, ты можешь... Что такое? Мирона забыли? Мирона забыли. Что ты можешь приехать просто на пляж, да, отельные пляжи рядом. Но, по крайней мере, всегда есть обычные пляжи, где ты можешь покупаться. Покупаться, знаете, как вас не ущемляют. Вот так вот. Блин, ну красота. Море, цвет, просто огнище, ребята. Это еще солнышка нету, на самом деле. Море, кстати, уже прям теплое. Даже те люди, которые, ну вот наши соседи, те, которые не любят купаться в холодном море, уже все говорят, что да, море очень-очень теплое. Это значит, что нужно купаться. Но я так думаю, что оно сейчас градусов уже 25-26. Вот, и то у нас погода постоянно вот такая вот пасмурная, как сегодня. Но люди купаются. Здесь очень круто. Так, запоминайте, это район Кириш. Кириш, Кириш, Кириш. До самого центра доезжаете, до площади там, где рыночек, оставляете машину, либо что там у вас. Тырчик, например, как у нас. И приходите на пляж купаться. Вот про это нами говорили, что сюда приезжаешь, и у тебя здесь пустота. Вот это вот, это гора Чалыш, называется, плата. Мы сюда ходили, все полностью здесь проходили. Здесь очень крутые отели. И вон там вот есть секретный пляж. Безумно красивый. Я не знаю, здесь если можно где-то взять каяку, либо сап, то очень круто вот сюда приехать. Если пешком, например, не можете спуститься на тот пляж, то туда действительно очень сложно. То можно отсюда прям доплыть. Вот так вот. Настенка пошла купаться. Точнее, купать свои пятки. Кушать теплая, да. Да теплая, конечно. Посмотрите на цвет. Я не знаю, передаст там камера, не передаст. Но вот когда идет волна, вот смотрите. Блин, невероятно вообще. И да, Средиземочка, это пока вообще топ. Да? Да. Да. Смотрите, как красиво туда. Туда? Да. Посмотрите, какой красивый. Вот и вот эти вот скалы, видите, в реку, в реку, говорю, в море уходят. Я вот про них и говорил. Значит, можно долететь. А вот Чалыш, вот мы по нему всему ходили. Вот там, где флаг, мы там стояли, и вот это вот все видели. Я еще говорю, какой пустой пляж. А это, оказывается, вот пляж Кириш называется, муниципальный. Для всех. Класс. Как вам? В комментариях напишите. У старших детей любимое занятие на пляже, это брать большой камень, ложить маленький, разбивать их прям в крошку. И в итоге Мирошка тоже поймал эту тему. Да, Мироша? Вот так вот, давай. Пробуй. Пальчик аккуратно. Ау, я же говорю, пальчик аккуратно. А где? А где? А вот не этого. А что? А вот где? Где? Где Мироша? Валера. И в камеру-то не надо. Вот так вот. Дай. О, как здорово, да? Ой, молодец. Мы вот сидим, лежим и думаем покупаться, но солнца нету и что-то, короче, мне охота. Пойдем купаться. Нет. Почему? Я без солнца не купаюсь. Что? А вот я не знаю, искупаться или нет. Люди заходят. Люди потом купают. Потом просто на тырчике ехать, оно обдувает, как на мотоцикле. Вот. Не знаем. Ну, сейчас солнце выйдет, а пойдем. А может быть, сейчас детки туда отступятся и упадут. Вот их будет купалка такая. Вот сидим с насенкой, про гальку разговариваем. Я говорю, вот такая галька, самый кайф. Когда по ней ходить, максимально просто приятно. И это на самом деле прям вот массаж для ног. Вот хожу уже минут 15, вот так вот, ноги туда зарываю. Это обалденно. А галька, которая там завезенная, такие булыжники, это, конечно, ад. А вот это кайф, природная, настоящая. Вам что больше нравится? Вот такая галька или песочек? Напишите в комментах. Кто-то летит на парашюте, а его дрон снимает прям рядом. Молодцы. Такая опция, видимо, у этих, кто катает, еще и поснимать. Я тоже как-то летал один раз на таком парашюте, но, короче, история была такая, что вот этот, видите, скручивают его туда, и он приземляется прям в катер. А у нас было, да, что нас просто выбрасывают в море, и ты приземляешься. Такая опасная штука там, потому что такая палка деревянная, которая может по башке ударить. И в стропах, естественно, тоже можно запутаться. А сейчас современно, конечно. Солнце вышло чуть, и посмотрите сразу, какой цвет моря. Вот его прям сейчас точно видно. Невероятный. Да, надо купаться идти. Ну что же, смотрите, я переоделся. Все, можно идти купаться. Никто со мной не хочет больше, поэтому пойдете только со мной купаться вы. Но камеру я с собой брать не буду. Вот так вот. Поставлю вас здесь, на берегу. Папочка, удачи тебе, другое аккуратно, чтобы тебя не затянуло. Пока Славик пошел купаться, я предлагаю вам посмотреть кадры с высоты этого чудесного места. Папочка, удачи тебе, другое аккуратно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, как я и говорил, море теплое, вот все, из него вообще неохота выходить. Но если бы светило солнце, я бы и не вышел. Вот идем мы с Мирошкой, не понимаем, почему вот эти вот виллы, которые из дрона, да, были видны, почему они заброшены. Ну вы же видели, такой комплекс невероятный. Ну а территория отеля вот этого, сверху, конечно, впечатляет. Но пусто, вообще никого там нету. Ну вы сами видели, вообще никого. Видимо, он либо стоит, ого, ого, как. Либо не знаю, почему там никого нету. Вот это вот битком. Ну здесь битком. Вот посмотрите для сравнения. Смотрите, сколько людей. Трындец вообще. А там пустота. Для тех, кто смотрел наши предыдущие выпуски, наверное, уже будет не новость, а тем более для тех, кто уже был на наших стримах. Ведь на наших стримах мы разыгрывали наш авторский мерч. Да-да, мы наконец-то решились и изготовили наш авторский мерч. Сейчас доступны 4 позиции. Это футболки черного цвета, кофты черного цвета, кружки белого цвета и кепки. Всего будет доступно пока 4 принта. Сейчас вы их можете увидеть здесь на примере футболок. Ребятки, для того, чтобы их заказать, вам нужно просто перейти по ссылочке в описании к этому видеоролику. Ну и, конечно, не забывать про наши стримы, ведь на наших стримах мы их разыгрываем. Конечно, приобретайте наши веселые мерчи. Таким способом вы сможете поддержать наш канал и себе сделать интересную новиночку, которой ни у кого нету. Только у вас и у нас. Ссылка в описании. Мы сейчас едем в одно место. Очень-очень шикарное, удивительное. Вот так вот просто по сосновой дороге у нас арка такая природная из сосен. Мы подъехали к этому отелю. Посмотрите, здесь, короче, огромная-огромная территория. Здесь очень была крутая концепция. Кто-то нам даже писал в комментариях, что когда-то там, сколько-то лет назад отдыхали в этом отеле. Но я думал туда пройти. Там, видите, такие машинки. И вот на машинке лежит собака. То есть здесь есть псы, которые могут напасть. Но, возможно, просто стоит зайти не с этой стороны. Но, короче, выглядит очень масштабно. Здесь вот есть даже такие, видите, вывески на территории. Вход запрещен и опасен. Сейчас хочу показать. Да, смотрите, какой там автобус. заброшен. Там входит какая-то охрана еще. Сейчас. Может быть, найдем, где что можно пролезть. Смотрите, какая концепция. Бар. Да, да, да. Вот он, бар какой-то был. А, вот она, кстати, да, вот она, канатная дорога, видите, спускалась туда-сюда. Ну, вот здесь вот прям КПП, и там люди ходят. Я не знаю, возможно, его когда-то восстановят, но это не точно. Сейчас это, дрончиком там полетаем, походим, возможно, где-то. А знаешь, как бы это, дикая природа и что-то. Да, 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 да. А есть фотки интересные? Вот, Эко-дрим, это тоже, по-моему, их корпус, который прям на берегу находился. Ну, да, вот видишь, у меня она еще сделана. Да. Они оставили атмосферу природы не современной на водойке, а вот такой. все, да, Видите, как. Это, по-моему, тоже их корпус, корпуса были, но вот так вот все в таком состоянии плачевном. Темная территория, да. Разрисована, все вот подбилка. Это, слушай, это. Упа. Смотрите, как красиво на горе все. Да, да, но они в таком суперрозе. О-о-о-о-о. Смотрите, как масштабно все это выглядит. Красно. Это какой-то, типа, скалодром у них был, да? Да, да. Скалодром. Блин, круто, конечно. Ага. Ага. Пока мы летаем над территорией этого заброшенного отеля, хочу вам немножко рассказать историю, которую я нашел в интернете и немножечко все это дело изучил. В общем, этот отель находится недалеко от Кемеры, как я уже сказал, в поселке Чим-Юва. И назывался он ранее Holiday Area ECO Dream Club C Resort. Господи, какое длинное название. Вообще, как бы сеть Naturland. Не знаю, что за Naturland, но, например, мы сейчас живем в жилом комплексе Naturland. Официально он прекратил существование в 2014 году. А как многие там пишут, еще в 2010 году был уже упадок его. Два из трех корпусов закрылись в 2010 году. Этот отель был построен в 90-х годах хозяин немец, который строил отель для немецких и других западноевропейских туристов. Возможно, вы сейчас спросите, а почему только для них? На самом деле, в те годы русских туристов в Турции еще пока не было. По одной из версий, как я тоже прочитал, именно сам владелец был автором вот этих всех идей, вот этих скульптур, а его идеи уже дизайнеры воплотили в жизнь. Как указано в названии этого отеля, это был не просто отель, а целая территория Ария. Размеры вообще впечатляют. Вот только представьте, 140 тысяч квадратных метров, это вообще гигантское, собственно, мы это и видим с высоты. Расположение этого отеля от самого моря до самого верха этой горы, которая заросла соснами. великолепно. Также у них есть собственный мост, тянущий от самого моря через бульвар туризма, практически на 100 метров в сторону пляжа. По некоторым данным, для обслуживания было необходимо тысяча человек ежедневно. Скорее всего, вы спросите, почему закрылся. На самом деле, здесь разные версии. Первая, это финансовая проблема, то, что собственник понабрал там себе кучу-кучу кредитов и просто это все дело не вывез. Вторая версия, это то, что он подарил своей жене, она не справилась. А третья, это наследство, его детям, они вроде как что-то не поделили. И вот этот отель, получается, видите, все, прям инфраструктура, красота, а вот он вот так вот хлопс, и все. Красивые цветные деревья. Да-да-да-да. Короче, здесь даже есть где-то эти пару номеров. Я видел видео у одного чувака. Там, короче, эти прям отдыхают. Ну, кто-то ходит, заходит, и в номерах просто так живут. А вот так вот, видите, все закрыто. Вон и бетоном, и колючкой. Не пройти, не проехать, как говорится. Вот еще какой-то один корпус в каком все состояние. он даже и мебель есть. Это мы сейчас попробуем проехать к ним туда, на пляж, то, что мы с дрона видели. Вот посмотрите, какие у них были здесь номера. Вот прям домики на первой линии. Вот мы подъехали к морю. Вот, пожалуйста, вот их был пляж. Прикиньте. Вот так вот. Да. И вот получается. Так, ну-ка разгоняемся. Да не зароемся. Во. И это их первая линия кит. Ну, пойдемте, походим, посмотрим немножко. Хоп. Так, припарковались. Ну, пляж у них вообще потрясающий. Вот даже сейчас ты можешь приехать сюда, да, вот так вот припарковаться и пойти купаться. Что говорить? Смотрите, как здорово. Вот у них, видимо, здесь была барная, барная стойка, судя по всему, масштабная. Очень и очень масштабная. Ну да, вот. Да, ну сейчас, короче, это помойка, опасная помойка, заброшка, традиционная, да, кто любит заброшки, однозначно сюда ходят, пробираются и так далее, и тому подобное. Что-то щупают. Ну, нам с детьми точно делать не вариант, вообще не охотно. Кстати, вон, смотрите, это, Бамблби на воде стоит. Прикольная тема. Вот она лестница, точнее, не лестница, а вот эта вот, как он? Какой фаникулер, или, ну, короче, поняли, да? Огромное количество корпусов, три корпуса, да, как я уже сказал ранее, один вот на берегу, второй там, и еще там третий есть, там, этнокорпус. Да, все сделано, вообще все колючкой, то есть вообще, вот, не пройти, не пройти, как говорится. Это большой-большой здесь был аквапарк, а кит это, да, это вот проход в бассейн. Вот кто не видел кита, тут не путешественник, вот, пожалуйста, вы только что вместе со мной увидели кита. Пусть хоть такой. Да, территория просто огромнейшая. Вот какой-то у них был бар, видите, Пиратас назывался. Здорово. Вот так вот. Вот такое может тоже случиться, представляете? такой масштаб, столько вот вложено, колоссальное количество денег, вот так вот на берегу Средиземного моря, и просто, Настенка, ваше впечатление. Да жалко территорию, жалко, что все вот так размародерили. И, кстати, еще вот... Жалко, что ничего с этим не сделали. Да, и, кстати, почему его не убирают, наверное, вы сейчас тоже подумали, так типа, почему туда его не снесут и новое не построят. Короче, смысл в том, что гораздо больше денег требует, вот все разрушить и вывести, чем его восстановить. Но восстанавливать его, я даже не представляю, как тут уже все, тут уже бетон весь. Очень-очень плохой. Но так вот. Такая разная Турция. Буквально вот здесь вот красивейший отель, вот здесь вот тоже шикарный отель, вот оно море, пожалуйста, а на берегу вот такая история. Грустно немножко даже как-то стало. Опа! Ну, Роджин, блин, ты что? Короче, мы решили немножко вот зайти на территорию, посмотреть, как здесь будет. Посмотреть, что здесь есть поближе, так сказать, своими глазами. Но единственное, что в помещение точно заходить нет смысла, не дай бог, что-нибудь обрушится. Вот, а так с краю походить, посмотреть хоть, что там в ките у нас. О, я не знаю, что это было. А, это, наверное, был какой-то аквариум, и в нем плавали дельфины, скорее всего. Вот он, собственно, и вход в китай сюда. Посмотрите. И здесь вот ты, видимо, вот так вот спускаешься, и можно было... Ой, и вот можно было смотреть на дельфинов, которые плавают. Наверное, это так. Не, Роджин, все, туда мы не пойдем. Родик, услышь меня, туда не пойдем, потому что там что-то такое обрушенное, не дай бог, что-нибудь рухнет. Вот. Да, тут, конечно, вон все отваливается. Помоги, Мерон, нас не сожрал. Вот здесь, видимо, все так было наполнено фонтанами. Вон, трубы все, короче, это все печальные. Здесь вот, все так было красиво. Ну, представляете, да, как это было масштаб, просто невероятный. Да. Ну, прикольно, конечно, да, ладно, здесь можно бесконечно ходить, целую экскурсию сюда можно водить. Это, как знаете, ну, есть вообще, на самом деле, в каждом городе, каком-то таком, туристическом, есть какая-то определенная заброшка, куда такие все ходят, делают шикарнейшие фотографии, ну, и, конечно, это место тоже не исключение. Вот, если вы здесь будете, я, конечно, не рекомендую шариться по заброскам, но, тем не менее, если вдруг хотите, то вы знаете теперь, где это находится. Просто я, все, кто здесь живет, я спрашивал, ребята, вообще, это бывали здесь, ходили, смотрели, знаете, что такое отель есть. Все такие, нет, нет, не знаем. Вот мы раскапываем какие-то такие интересные местечки. Делаешь немножко шагов, и такое, ладно, все, короче, пошли, в итоге потом такой, не, не, давай еще чуть, не, не, давай еще чуть. Вот видите, мы идем, короче, сюда вот так, наверх, наверх, наверх. Ну да, все выложено, плиточка, еще, видите, что-то сохраняется. Вот видите, так поднимаемся наверх. Просто, я не знаю, колоссально огромная территория. Вон они корпуса. Вот мы на крыше, ну все, на крыше точно не пойдем, нафиг, все там что-нибудь обвалятся, провалятся, неохота. Это мост, собственно, через дорогу и попадаешь уже на ту сторону. Папочка, это обезьянка из Алладина, да? Да, обезьянка из Алладина, правильно. Вот так вот. Смотрите, какие виды здесь открывались, невероятные. Вот такой классный выпуск у нас с вами получился. Редко у нас бывают заброшки, но все-таки они и есть. Как вам? Пишите комментарии, ребята, если не поставили лайк в самом начале. Самое время это сделать прямо сейчас. Не забывайте про наш авторский мерч, его можете заказывать по ссылке в описании. Также не забывайте про кнопку спонсорства. Я все подробно рассказал. Становитесь спонсором, получайте эксклюзивный контент. Ну а я буду с вами прощаться. До нового выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok